Только ты, малыш, пожалуйста, не плачь, а то у меня начнется истерика. Ребят, у меня такое ощущение, что она какает, как взрослая. Ну что, моя Николь маленькая? Ну, вроде бы заснула. Так, одна кроха накормленная и заснула. Сейчас посмотрим на нашу Доминику. Ну, и Доминичка сладко спит. Леночка, что ты здесь делаешь? Тихо ты, сейчас детей разбудишь, я только что их уложила. Леночка, я только что вспомнил, что мы не все документы для девчонок сделали. Нам срочно нужно сейчас сесть и поехать доделать документы. И что ты предлагаешь? А девчонок мы что, с собой возьмем? Точно, ты голова. Не, это не вариант. Там слишком много людей, да и вирус какой-то новый ходит. Общественное место. Не, надо что-то подумать. О, у меня есть предложение. С девочками можно остаться либо тебе, либо мне. Все равно они пока что спят. А кто-то из нас один съездит и документы все сделает. Да не, Леночка, в том-то и загвоздка. Там нужно присутствие и мамы, и папы. Слышишь, Толик, а я знаю, видела в объявлении. Есть няни, которых можно там на час, на два взять. Давай в няню наймем. Сейчас я возьму свой телефон и быстренько найду. Ну давай-ка, поищи, Леночка. Давай. Вот, смотри. Няня на час, няня на сутки. Так, вызываем. Добрый день. Знаете что, у нас сейчас есть острая необходимость в няне. Да, у нас двойняшки, и нам надо с мужем срочно уехать. Леночка, говори, на часа три-четыре нам нужно. Когда? Сегодня. Вот прямо сейчас нам надо. Как не можете заявку за три дня делать? Понятно. Ну, извините. Толик, они сказали, что все эти конторы заявку надо подавать за три дня. И что нам делать? Не знаю. Ну, знаешь, с другой стороны и правильно. Лишь бы с кем деток наших же не оставишь. Да. Блин, как же нам эти документы-то делать? Всем привет, как дела? Не поняла. А что вы шипите, как удавы? Лера, это потому что я только что детей уложила. Ты что, не видишь, что их двое? Что это значит, не вижу? Я целенаправленно пришла поиграться со своими сестрами. У тебя и няйка появилась. Так что давай быстрее ей все объясняем. Я собираюсь, беру документы и сваливаем. Лерка, а ты справишься сразу с двумя детьми? Ну, даже не знаю, но я постараюсь. Вообще, я их уложила спать. И я думаю, что ближайшие два-три часа девчонки будут спать. Но на всякий случай нянька должна присутствовать. Так что мы погнали по своим делам. Лена и Толик, только вы не спешите. Я взрослая, и я точно со всем справлюсь. Ой, моя малышка, как сладко ты спишь. Ну, ты спи, спи. А вот и еще одна. Какие вы хорошенькие. Ой, а чего она плакать начала? Тихо-тихо, моя солнышко. Лена же сказала, что они будут спать пару часов. И что же мне теперь с ней делать? Трошечка, я сейчас почитаю в интернете, что надо делать с ребенком. А ты только тихонечко полежи, не подводи меня. Как присматривать за новорожденными? Тут написано, что они кушают каждые два-три часа. Вот Лена, конечно, сказала, что девчонки будут спать. А придется мне их теперь кормить. Так, и как мне их покормить? Вот пеленальный столик. А вот и бутылочка. Хорошо, что не пришлось долго искать. Так, теперь осталось найти смесь и сделать все по инструкции. А вот и смесь. Сейчас почитаю инструкцию, как ее готовить. Так, три ложки и залить теплой водой 50 градусов. Открываем бутылочку. И засыпаем три ложки, как по инструкции. Теперь нам нужна горячая вода. А вот и чайник. Если кипящая вода это 100 градусов, то 50 градусов это будет теплое. Как раз нам сгодится. Здесь должна быть мерная шкала. Вот она. И заливаем так, чтобы было 100 миллилитров. Так. Готово. Осталось только сболтать. Закручиваем, чтобы не пролилось. Сейчас у нас сболтываем. И вот смесь готова. Так, девчонки, кто из вас будет первой кушать? Так, ну тут все понятно. Доминика спит, а Николь уже проснулась. Ой, как ты сильно хочешь кушать. Аж кулачки грызешь. Твоя сестренка приготовила классную еду. Ну что, моя крошечка, давай пробовать. Скажешь потом, вкусно было или нет. Так, аккуратненько. В ротик бери. Кушай, кушай, моя сладенькая. Да последние капельки. Ребята, по-моему, ей нравится. Поддержите ее лайком, пока она кушает. Молодец. Все скушала. Вот моя умничка. Ну теперь ты сытая и не должна больше плакать. Ой, а это что еще за запах такой? Фу. Это ты что, навалила? И мне еще придется памперс себе менять. Я такое делала только на куклах. Как наш тут второй малыш? Просыпается. И как Лена с ними двоими справляется? Мне надо быстренько все успеть. Хорошо, что есть пеленальный столик. Сейчас я ее там раздену и поменяю памперс. Ребят, а как вы думаете, справлюсь ли я? Напишите в комментариях. Так, вот мой малыш. Аккуратненько ложим сюда. О, да. Походу ты надудолила так, что описала свой боди. Теперь мне не только памперс придется менять, но еще и боди. Так, сначала носочки снимаем. Только ты, малыш, пожалуйста, не плачь. А то у меня начнется истерика. А теперь расстегиваем боди. О, ну и запашок у тебя тут. Точно хорошо покушала. Ну ладно, придется научиться менять памперсы на маленьких малышах. Фу, ну тут еще и бомба. Ребят, у меня такое ощущение, что она какает, как взрослая. Да уж, запашок капец. Фу, фу, фу. Так, ну вроде бы памперс поменяла. Теперь осталось только переодеть. А где ваша одежка? Ну, судя по всему, в комоде. Ого, да у вас тут одежды больше, чем у меня. Все такое красивое, милашное. Так, возьмем, пожалуй, этот бодик. Ну вот и все. По-моему, тебе этот бодик симпатичнее, чем тот, который ты описала. Так, ну все, пошли с тобой в кроватку. Мне надо еще за твоей сестричкой поухаживать. Тихо, тихо, тихо. Сейчас Толик с Леной скоро приедут. А мне надо еще много дел сделать. Так, все. Давай ложись, играйся. А я пока поухаживаю за твоей сестричкой. Только тихонечко, пожалуйста. А то мне сложно с вами двумя справляться. Смотри, какие красивенькие обезьянки. Почему ты плачешь? А может тебе холодно? Давай я тебя накрою твоим плетиком. Не плачь. А мне же тебе сосочку дать. Ты что, не хочешь соску? А как же соску детям дают? Давай, моя хорошая, бери соску в ротик. Ну, вроде бы замолчала. Пойду за сестренкой поухаживаю. О, потихоньку просыпается. Теперь мне надо с Домиником успеть сделать все те же самые процедуры, что и с Николь. Накормили, памперс поменяли. И тебе давай тоже игрушечку такую же повесим. Вроде я справилась, ребята, с поставленной задачей. Так, один ребеночек играет, молчит. Второй ребеночек тоже играет и молчит. Фух. Ну, я и устала. Это я с ними всего лишь два часа. Что? Опять кто-то плачет? Ну, что же мне теперь делать? Ну что, Леночка, как ты думаешь, Лерка там справилась? Вроде бы дети не кричат. Знаешь, но Лерка уже взрослая и самостоятельная. Я думаю, что она все-таки справилась. Ребята, а вы ведь видели, Лерка справилась или нет? Напишите нам в комментариях. А пошли быстрее посмотрим. О, а у нас музыка во всю. Это, судя по всему, погремушка играет. Лерка, ты как там? Ой, как хорошо, что вы пришли. А то это еще тот квест, чтобы справиться с двоими. Но вы были на канале Крэйзи Шоу, а мне надо завлекать малышек. Крэйзи Шоу, а мне надо завлекать.